Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начнем раскрывать одну очень большую тему. Тема, которая звучит «Авторские права и границы». Где же здесь правда, где же здесь ложь? Понимаете, вот опять я думала, как подать эту тему без нравоучений, без ничего, потому что эта тема, на самом деле вы увидите это сами, она исключительно индивидуальная. И подвести под нее общие рамки, наверное, было бы кощунственно. Но в нашем обществе принято под все подводить общие рамки, поэтому я решила опять-таки ее построить в вопросах и ответах. И пускай каждый для себя найдет сам в этом диалоге ответ, тот ответ, который ему близок, именно ему по его программному обеспечению. То есть у нас у всех разное ПО стоит в наших головах, и мы по-разному относимся к разным ситуациям, и поэтому то, что хорошо одному, то совсем не хорошо для другого. Почему-то на уровне коллективном, там, нации, что хорошо для русскому, то там немцу совсем не гуд, да, у нас это даже в пословицах присутствует. А когда мы рассматриваем индивидуальность человека, мы как бы это затираем, забываем. Так вот давайте об этом не будем забывать, у нас очень много всего индивидуального. Итак, касательно авторских прав. Я предлагаю посмотреть на эту тему под таким ракурсом. Давайте рассмотрим, где человек берет информацию, когда он творит. По сути дела, есть два варианта готовых ответа. Наверное, если системно на это взглянуть, то они имеют смысл. Первый ответ – это человек обращается к опыту предков, других людей, систематизирует его, нарабатывает, пересматривает его через призму собственного опыта, что-то пробует на себе и в результате рождает какое-то творение, да, либо систему, либо картину, либо музыкальное произведение, либо-либо в любом случае это продукт его собственный, после переработки аналогичных продуктов других людей. Это один вариант. Второй вариант – человек расслабляется, входит в определенное состояние сознания, озарение у него случается, он в потоке получает эту информацию из общего энергоинформационного поля, записывает и выдает в эфир. И тот, и другой вариант хорош. В эфир идет. Скажите, но автор-то где? Давайте посмотрим на это. Где автор? Великолепно. Вот после этого человек ставит целью это дело продать, ведь ему же надо на что-то жить. Вы знаете, мне опять-таки нравятся те мудрости, которые существуют у нас в обществе. «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». И вот очень часто люди, которые имели доступ к общему полю, работали, взаимодействовали с Богом, записывали, выдавали в эфир, вдруг у них включается нечто, что перекрывает этот поток. Как вы думаете, что может перекрыть поток? Правильно, поток перекрывает эго. Я в своих когда-то материалах писала, давала схемы на клубах интегрирования, интегрированных психотехник, если кому-то интересно могут поднять эти варианты. Я давала схему, как взаимодействует эго с программной ума и как они взаимодействуют с энергоинформационным потоком. Так вот, энергоинформационный поток перекрывается нашим эго. Эго – это набор наших личностных характеристик, если примитивно говорить. Личностные характеристики, наши базовые личностные программы. И вот в данном случае речь будет идти об элементарной жадности. Вот у человека включилась жадность, эта жадность приводит к тому, что он начинает ограничивать с целью для того, чтобы получить, для того, чтобы больше продать. Хотя по факту творил-то он ради кого? Ну, многие скажут, что ради людей, все делается ради людей. Неправда, мы все делаем ради себя. Ради себя любимых. Если бы мы не делали это ради себя, а делали ради людей, мы бы ничего вообще не сотворили. Просто этот поток изначально был бы перекрыт. Потому что, почему, могу объяснить сразу, чтобы не было уходов и разводов программы ума. Дело в том, что все творчество находится в субъективном восприятии человека. В субъективном – это значит в его внутреннем мире. А в его внутреннем мире самая крайняя точка восприятия, точка сборки, куда смещается, это когда есть только один человек. Только он и весь мир существует как продукт его психики, как результат работы его мозга. И только в этих состояниях у человека открывается поток, и он может творить. Это кратковременное состояние, поэтому потом он опять возвращается в объективную реальность, и у него все прекрасно, и он там торгует этими продуктами. Но в процессе творчества он где находится? Есть там другие люди? Ну, вроде бы разобрались, кому все же принадлежат авторские права, и зачем человек заявляет о них. Есть еще один момент. Давайте рассмотрим это дело с точки зрения, ладно, там общая музыка, танцы и так далее. Давайте рассмотрим с точки зрения психотехники, как это влияет на наш рынок. Я возьму примитивно. На самом деле на рынке психотехник не так много методик запатентованных. Их единицы. Почему? Потому что, как правило, авторы велосипед не изобретают. Они берут готовый вариант где-то, систематизируют, обрабатывают и так далее, и потом на патент. И там надо еще собрать группы, отработать это с группами, получить результаты, подтвердить результаты. И тогда можно будет претендовать на патент. Процедура достаточно сложная, поэтому проходит ее единица, если учесть еще и ее стоимость. Но вот есть такой запатентованный метод Бронникова. Я его очень люблю на самом деле. И в нем есть, в первом курсе его, есть 18 базовых упражнений. Упражнения великолепные. Великолепно развивают чувствительность. Я их вообще рекомендую людям, кто может этот метод освоить, просто познакомиться с этими упражнениями и какое-то время повыполнять. Они реально очень хороши и рабочи. Тем более, части этих упражнений, например, используются в дальнейшем в гипнозе при индуцировании наведения транса, при формировании транса. Часть упражнений используется в той же биоэнергетике. Часть упражнений используется в том же энергетическом восстановлении. Но если человек, который очень любит метод Бронникова, возьмется, он будет кричать. И то метод Бронникова, и этот метод Бронникова, это все лажа, это все неправда. Потому что метод Бронникова – это конкретные 18 упражнений. Причем, если брать предысторию, вот у меня, например, сейчас на компьютере открыта книга Майкла Миллера и Джосефины Харпера «Практическая психоэнергетика. Иллюстрированный курс упражнений». Так вот, в этой книге, по сути дела, значительно больше упражнений, чем в методе Бронникова. И этот метод Бронникова этой книжкой поглощен. Не полностью, там у него есть определенные авторские доработки, да. Но большинство упражнений в этой книге такие же рабочие, такие же имеющие право на жизнь и точно так же влияющие на развитие сверхчувственного восприятия у человека. Вопрос, а кто же автор? Откуда они брали эту информацию? Вот эти вот товарищи Майкл Миллер, это было еще до метода Бронникова, это было начало 90-х. Откуда брал этот Институт психотехник США? Они к нему относились. Откуда он брал вот эти упражнения? Они брали их элементарно из даосской йоги. И даже есть такой опыт, например, моя родная племянница приехала в Китай в монастырь, и утром, когда они встали, начали делать зарядку, вышли монахи. Она вдруг увидела, что они делают метод Бронникова. Она говорит, ребята, а вы делаете метод Бронникова? Они говорят, нет, мы делаем упражнения, которые традиционно в этом монастыре существовали веками. Но патент-то есть? Есть. И таким образом все люди, кто захочет, например, вот возьми я сегодня видео, выложи упражнение, которое относится к патенту Вячеслава Михайловича, мне могут предъявить авторские права. И с точки зрения юридической люди будут правы, да? Ведь он же все-таки взял, систематизировал и обработал. А с другой стороны, вот человек, который смотрит на это дело, он говорит, ребята, какие авторские права? Вот йоги этим пользовались? Пользовались. Вот американцы этим пользовались? Пользовались. Почему я не могу пользоваться? Понимаете, и таким образом получается, что для Бога, для пространства, для Вселенной любой патент является жесточайшим ограничением. Является ограничением только в масштабе. Вот если программы и ограничивающие убеждения ограничивают личного человека, то вот эти вот всякие авторские права, они ограничивают энергоинформационный поток. С одной стороны, хотя с другой стороны, они же всегда будут компенсированы. В этом мире все идет через «и». Здесь нету или хорошо, или плохо. С другой стороны, если они наносят какой-то вред, значит, они приносят пользу. Наверное, они служат таким образом еще какому-то распространению, популяризации, еще какому-нибудь, придумайте сами, каким-то вариантам. И поэтому я не удивилась, когда Илон Маск открыл все свои патенты технические для того, чтобы люди смогли этим пользоваться. Дело в том, что чем более человек дает, чем более он открывает поток, правильно, господа, тем больше он имеет. Давайте не будем за Бога решать то, где нам взять денег. Давайте пускай он сам решит наше дело – творчество. Ой, ну вот тут же возникают вопросы, особенно есть люди, которые относятся к приверженцам разных систем. И, например, есть такая система, которая называется тета-хилинг. И товарищи из тета-хилинга тоже начнут кричать – подождите, а как же границы? Вот у нас же есть у каждого свои личностные границы, и авторские права, они же поддерживают эти границы. А так, где же наши границы, куда же они убегут? И давайте я опять-таки не буду говорить, что правильно, что неправильно. Мы будем думать сами над этим, и каждый будет решать, что для него правильно, а что неправильно. Но посмотрим на это все под другим немножко ракурсом. Давайте посмотрим под ракурсом, что же такое границы и как они заявляются. Вот есть чаша весов, вы находитесь в равновесии, у вас в жизни хорошо все, вы никогда не думали о этих личностных границах, живете, все у вас по кайфу. И тут приходит человек, который говорит, а у тебя личностные границы установлены? И вы так, не, не установлены, вы Богу говорите. Бог, а где мои личностные границы? А вот сосед, наверное, их нарушает, еще там кто-то приходит, нарушает. И вот как только вы поставили вопрос о своих личностных границах, вам Вселенная тут же покажет, насколько вы безграничны. И покажет это как? Через внешнюю реальность, правильно? Вы запросили у Вселенной игру. Играйте на здоровье. Точно так же, когда вы говорите, я безграничен, вы заявляете о своей безграничности? На и получи все ограничения в полном масштабе. Поэтому, когда мы ввязываемся в какую-то чужую игру, которая называется граница, а это очень большая игра, на самом деле это глубочайшая из тем. Я сегодня даю только верх айсберга и только-только на подумать. Потому что если мы пойдем в системный, на дегрегорный уровень и посмотрим, как работает система, антисистема, и начнем из этих позиций смотреть, то там вообще все будет по-другому. Понимаете? Поэтому, когда мы начинаем ввязываться в какие-то вещи, и мы не понимаем, как они работают, лучше относиться к этому спокойно. Ну, есть у меня границы, и хорошо. Нет у меня границ, и еще лучше. Зачем мне лезть туда и заявлять тот опыт, который мне не нужен? Но если вас это вообще абсолютно беспокоит, и вы не можете жить от того, что какой-то сосед ломится на вашу территорию, то вы можете достаточно разумным образом, материальным образом решить абсолютно любую проблему. Для этого нам дан речевой аппарат, мы можем поговорить с человеком, мы можем написать человеку, нам дана моторика, у нас даны масса средств коммуникации, для того, чтобы мы играли. И если человек пришел на вашу территорию, то он же пришел не потому, что вот просто так вдруг это случилось, а потому, что когда вы что-то заявили на игру, тут же вы заключили контракт с теми, с кеми вы будете играть. И начинается игра, начинается формирование той реальности, которую не всегда люди ожидают. Потом это выводит их с зоны равновесия, с зоны комфорта, потом это ограничивает их убеждения и так далее. Еще сегодня коснусь одной маленькой, маленькой пунктика, уже коль коснулась темы границ, дело в том, что очень часто люди для своего расширения используют программы типа «Я безграничен». Игру взят, я чувствую, как чувствуется безграничность, я знаю, как чувствуется безграничность и так далее. Всякую вот эту фигню в себя молотят. С одной стороны, на какое-то время им кажется, что это работает, а с другой стороны, опять-таки помедитируйте на тему. Любая программа, абсолютно любая программа, является ограничивающей. Она занимает место на дисковом пространстве. Чем больше программы вы в себя нагрузили, тем больше вы себя ограничили. Вы говорите, ну так это же программа конструктивная, а вон та деструктивная. Давайте вспомним, есть ли у Бога хорошо и плохо, есть ли у Бога конструктивно и деструктивно. Любая программа выполняет какую-то функцию. И даже вирусная программа, она выполняет какую-то функцию. Если вам эта функция не нужна, вы можете удалить программу. Если вам со временем она потребуется, со временем вы можете воспользоваться программой. Но взять это из общего информационного поля. зачем засорять свой диск тем, что вам не надо. В конце концов, на свой компьютер вы же не устанавливаете все подряд. Ну, стоит у вас Windows, да, а все остальное там, или другая система, а все остальное вы доставляете к операционной системе. Что вам надо? Надо вам Word, вы им пользуетесь. Надо вам там автокаскад, вы его поставили. Надо вам CorelDRAW, вы его поставили. Но если он вам не надо, зачем занимать место на дисковом пространстве? Вы же туда не ставите все редакторы подряд. Графические, неграфические, и все подряд туда не молотите, не молотите. Вы пользуетесь лишь теми программами, которые вам нужны здесь и сейчас. Когда они вам не нужны, отслужили, вы их удаляете. Причем удаляете грамотно, просто так, взяв и нажав, удалить программу со стола, да, со своего в компьютере. Вы не удалите программу с компьютера, надо знать, как удалить. Вот точно так же, точно так же, по образу и подобию у нас устроена психика. Надо знать, как удалять, надо знать, когда пользоваться. Попользовался, удалил, убрал. Лишнего нам там не надо. Поэтому все варианты на удаление я только приветствую, например, лично я, это мое мнение. Все варианты на установку, 7 раз подумайте, а надо ли вам это. Вот если это надо для того, чтобы удалить что-то вместе, то тогда можно распользоваться. Если нет, то... Вот, ну, наверное, на сегодня все. Сегодня не имеет смысла углубляться дальше, потому что это надо переварить. Единственное, на что еще хочу обратить внимание. В моих роликах может наблюдаться такой эффект, что какая-то фраза вас зацепит и будет бурлить, 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 так резонировать, всплывать. Иногда вызывать какой-то внутренний диалог, иногда вызывать какой-то внутренний конфликт. А, пожалуйста, вот на эти вещи обращайте внимание и эту фразу просто доведите до логического конца. Она обязательно поднимет какой-то блок на осознание. И если этот блок на осознание вы зацепите, разовьете и отработаете, то это будет еще один бонус к вашей игре под названием «Жизнь. Дополнительные очки осознания». Просто это так работает. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok